Здравствуйте, уважаемые зрители канала Рациональная Нумизматика. Вчера было 3 сентября, воскресенье. И по традиции я решил пройтись в нумизматический клуб в городе Ровно на шахматке в парке. Ожиданий сильных каких-то не было, что я приобрету очень много материала. Но погода очень красивая была. Я выбрался с утра раньше, чем надо. У нас парк всегда на 10 утра. Максимальное количество людей собирается. Но я прихожу всегда чуть-чуть раньше. Многие коллекционеры понимают почему. Может какой-то дедушка что-то вынесет. Может еще человек в процессе того, как раскладывается, взял какой-то материал, который еще никто не видел. В общем, такие маленькие нумизматические хитрости. Людей по погоде как раз выбралось очень много. Потому что солнечное утро, хороший день, не будет никакого дождя, как по прогнозам передавалось. И народ массово повалил в парк на клуб. Приехали ребята с Луцка. Были также несколько людей со Львова. Я пообщался, рассмотрел альбомы. Большое количество материала, которые привезли, мне дали отснять. А не так как всегда народ немножко скрывает свои монеты. Не хочет показывать на камеру какие-то свои альбомы. Чтобы, не знаю, люди наверное боятся, что их монеты обсудят. Скажут, что они какие-то слабенькие. У одного человека я снял альбом серебром. Другой человек дал крупное серебро. Посмотрите, как раз вы сейчас видите разные французские монеты. Я понимаю, что это не МС, не какие-то там мега яркие раритеты. Но и советские монеты, и олимпийские 80-го года серебряные 10-рублевики. И тип рубля, давай выпьем. И немецкие монеты, и польские. Как вы видите, множество материала. Не только украинские монеты. В Низельберии, в серебре. Также попала довольно интересная монета. Я сейчас вам ее покажу. Это 5 унций в серебре 925-й пробы. Монета в честь 60-летия памяти об окончании Второй мировой войны. У нее очень маленький тираж. 1945 экземпляров. Выполнена, как я уже, наверное, говорил, из серебра 925-й пробы. И очень-очень хорошо выглядящая на подарок такая монетка. Дальше покажу вам несколько монет. Тоже у друга их взял для демонстрации. Они у него лежали на витрине. Это серия мифические Великой Британии. Король Артур. Это унцовки в серебре. Они в чистоте 3 девятки. Дальше. Человек показал значительный альбом с большим количеством как немецких, так и американских монет. Куча Морганов. Как вы можете видеть, даже золотые монеты были в представительстве. Кому надо, человек мог приобрести. Прийти и просто в наличии в парке у нас была масса таких предложений. Также маленькую вам такую витринку я снял с украинскими монетами. Как в серебре, так и в золоте, так и на изельбере. А дальше я вам покажу свои покупки. Приобрел я 3 монеты. Первая из них довольно простая. Кирха. Я ее приобрел, потому что соотношение цена-качество было более чем приятное. Она мне обошлась в 15 евро. В 15 евро. Монета, как вы видите, имеет штемпельный блеск. Это не штемпельный блеск качества МА-64 или там 63, но начальник какой-то МА-61-62, возможно, эта монетка может получить. Она мне понравилась. Она довольно приятная. Следующая монета, так называемая Ника, это 5 крон или корон, как их еще называют чехи, 1908 года. Очень-очень яркая монета. И обошлась она мне чуть больше 100 евро. Но монета меня заинтересовала тем, что на ней нет никаких механических повреждений. Или если же они есть, это следы мешка, они минимальные. Но так невооруженным взглядом я особо каких-то забоин и жестких царапин не нашел. Разве что минимальные следы мешка. И самое главное, яркий штемпельный блеск. Монета очень и очень приятная. Я там пересмотрел два больших альбома. Мне разный материал Voco, как говорится, попадался. Я посмотрел на эти разные монетки. Но по соотношению цена-качество ничего уже думал не подберу. И тут я смотрю это монетой. Кстати, смотрите, гурт нигде не бит. Часто они бывают очень сильно битые. Монета большая. Я все технические характеристики вам сейчас где-то в правой стороне экрана размещу. Чтобы вы могли видеть, какая масса, какой тираж, эти все тонкости. Я уже это не проговариваю, потому что хочу показать именно монеты и рассказать о цене. И крайняя моя покупочка именно по монетам. Это 20 крон или корун. Опять же, 2015 года. Она находится в прекрасном штемпельном. состоянии коллекционном, с ярким штемпельным блеском. Монета вся переливается. Опять же, ни бита, ни крашена. Ну, то есть, нигде нету никаких ни повреждений, ни запилов, ничего. Я так понимаю, в ломбарде она не была. В ярчайшем блеске. И обошлась мне эта монетка 410 условных единиц. Я знаю, что многие не любят этот термин. Он появился из 90-х годов. Остался у меня в памяти. И в конце, по традиции, я размещаю массу фотографий того коллекционного материала, который я приобрел. Специально вам даю фотографии, чтобы вы могли более четко рассмотреть все детали моих покупок. Пожалуйста, в комментариях оставляйте свои мысли. Как вам мои монеты? То, что я купил? Как вам визуально наш Ровенский клуб? У вас лучше, хуже? Большой выбор материала? Я понимаю, что если сравнивать это со Львовом или Киевом, то сравнивать особо нечего. Потому что на тех же нивках материала можно снять таких 20-30 альбомов. Только бы дали снимать материал. Но, как мне кажется, по размеру и по масштабу нашего города тот материал, который к нам приезжает и то, что можно выбрать и купить, по-моему, очень даже неплохо. Прокомментируйте, напишите ваши мысли. Покупали ли вы себе такие монеты? Собираете ли вы Германию или Австро-Венгрию или только Царскую Россию и Советский Союз? Мне это все будет очень интересно почитать. Надеюсь, вам это видео было интересно, полезно тем, что я показал цены. А по традиции я вам всем пожелаю крепчайшего здоровья, нумизматической удачи, мира и добра всем нам. До свидания, уважаемые зрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин